Сейчас вы видите интерактивную карту Американского института изучения войны. И начнем с первой новости, которую опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, что украинские военные освободили населенный пункт Ивановка Херсонской области. Итого, синим цветом на этой карте мы можем уже видеть, как сейчас выглядит деоккупированная территория, по факту освобожденная от российских военных. И мы видим, что до Херсона с каждым днем становится все меньше и меньше километров. То бишь, синим цветом выделено то, что сейчас под контролем Вооруженных сил Украины, розовым то, что сейчас временно под российским контролем. И мы видим, что Херсон сейчас уже все ближе и ближе к освобождению. Для вашего понимания, по этой карте, здесь, вот до этого населенного пункта Киселевка, от Херсона, около 12-18 километров. Понятное дело, что разброс очень сильный, но эта карта интерактивная. Она по разным источникам, по разной информации меняется ежедневно, если не ежечасно. Далее, также, по информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, имеем ряд освобожденных территорий, которые уже под контролем украинских военных. Сейчас вы также их видите на карте. Это касается и Николаевской области, и Херсонской. Но самые ожесточенные бои сейчас ведутся все-таки на востоке Украины. Давайте начнем с бахмутского направления. Там Российская Федерация обстреливала из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Курдюмовка, Луганская, Берестовая, Выемка, Ивана, Дарьевка, Шумы и Переездное. Бахмутское направление сейчас считается одним из самых опасных, я бы так сказал, потому что здесь как раз сейчас полностью Бахмут и район вокруг Бахмута под контролем Украины, но Российская Федерация сконцентрировала максимальное количество военных, как когда-то в Северодонецке и Лисичанске, ради того, чтобы захватить максимально быстро Бахмут и этот район. Также, по информации Генштаба Вооруженных Сил Украины, сейчас идет подготовка к нанесению ударов и штурма Славянска и Краматорска. Мы видим также, что по интерактивной карте цель Российской Федерации это максимально быстро взять в кольцо, начиная от Изюма и аж до Бахмутского направления, взять в кольцо всю территорию, то есть и Донецкую, и Луганскую область по административным ее границам. Но мы видим, что как раз в районе Изюма, на направлении на Изюм, уже постепенно Вооруженные Силы Украины освобождают от российских военных территорий, тем самым руша все планы российским военным по оккупации Донецкой и Луганской области по административным ее границам.